Я, как раз, в холодильник положил кофе сейчас. Прикольно. В холодильник, мама говорит, положил кофе. Сейчас. Ой, класс, 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 класс. Время первой час ночи, будет мало людей и не будет неприятных личностей. Ну, конечно, подстригся, лысая башка, да и пирожка. Ты что, а ты где вчера была? Я же обещал подстричься, я подстригся. Сейчас, одну секунду. Привет, привет всем огромным. Сейчас, сейчас, сейчас. Я позавчера в эфире сидел, сказал, девочки, я подстригусь на лысо, уберу бороду, оставлю усы. А они сказали, мы ловим тебя на слое. Ну, и что теперь, как теперь? Поехал, подстричься. Варианта не было. Ночное кафе. Ночное кафе. Кстати, у нас очень холодно, очень холодно. Пришел циклон. Просто безобразие ужасно. В эфире сижу. А ты что думала, сам с собой? Мам. Елки-палки. Еще охранника надо с дробовиком поставить, на семь замков закрылось. Сейчас, погодите. Блядь. Ай. Ай, ударился, ай, ударился. Ай, такой ударился. Так. Ну, честно говоря, блин. Ссасом нужно. Ну, ладно, я быстро сейчас кофе попью с вами. Покурю и чухну. Туда пойду. В дом. В дом. Так, всем добрый вечер. Кто меня не видел, вот так я на сегодняшний день выгляжу. Хорошо это или плохо, не могу сказать. Главное, что в 37 лет у меня волосы потрясающие, растут пышные. Ну, что? Понеслась ночной променад. Программа «Вечерний Кузин». Вперед! Никто не машет из окна? В окне, нет? Привет, Тихо Миронова. Привет, дорогая. Да. 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 Привет, Баракуда. Привет. Маргарита пишет, что ты не поможешь Мить. Маргарита пишет, что ты не поможешь Мить. Не помогу Мить, я в чем не помогу? Что у вас за дебильная привычка? Если вдруг вы где-то что-то прочитали, ну, напишите мне в директ. Вы же хотите поделиться со мной этой информацией, правильно? Или со всеми? Или вы хотите этой информацией меня опорочить? Здесь как бы такая, знаете, некая грань. Нужно понимать, для чего вы здесь. Меня опорочить. Или донести какую-то информацию до меня, чтобы я был, ну, вооружен. Привет, привет, Светочка. Привет, 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 Сеодесса. Олечка, привет. Всем привет. Нужно же понимать. Ужень, привет, новый имидж. Да, да, да. Да. Он самый. Залетайте. Спасибо, Айнурочка. Спасибо, дорогая. Ну, сейчас еще, привет, не узнал у вас, но прическа. Да, бывает. Глаза горят по-особенному. Да, нет, просто, ну, так, еще один потрясающий день прошел. Спасибо, Господу Богу. Жень, ты стал похож на Япончика, тебе в кино сниматься. А, ну, просто, ну, сила, сила. Ну, это просто. Это что вообще за чудо-юдо, рыбакит? Как будто дембельнулся. Вы не представляете себе, в реальной жизни, какой я типажный. На меня люди смотрят, прям смотрят. Не могут понять. Причем я вижу, что они смотрят не потому, что они там, кто-то узнает меня. А нет, они смотрят потому, что, ну, я не выгляжу так, как выглядят все вокруг. То есть, либо там короткая стрижка, либо там какие-то длинные волосы. А у меня короткая стрижка и усы. Это максимально странно выглядит со стороны. Но мне это все равно. Привет, привет. На итальянском мафиозе. Мак-кофе пьешь? Да, 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 обожаю. Два пакетика делаю себе. Бомба, просто супер. Сладенько. Ну. На Джонни Депп похоже. Ох ты, елки-палки. Приехали. Ехали, ехали, приехали. Ух. Да, давайте, ты всегда разный типаж актера. Это точно. Так, ну что, давайте, бабоньки, мы собрались опять. Ручку запустили в пижамку. В общем, мы уже, мы уже, как говорится, слегка влажные. Потому что, ну, я предполагаю, что нереально устоять перед такой внешностью, перед такой харизмой. Одни усы чего стоят. Я уверен, что многие уже представили, что я где-то там. В маске, с трубкой и нырнул. Поэтому давайте, настроение у меня хорошее сегодня. Давайте мы обсудим какую-то тему, которая действительно нас всех интересует, будоражит, очень сильно волнует. Ха-ха-ха-ха. Поэтому не стесняемся, задаем вопросы. Очень холодно. Пришел цикл, очень холодно. Я сижу сейчас, кофе допью и пойдем садим на кухню. Потому что, ну, это что-то с чем-то, блин. За вас, мои сладкие кисеньки. Кисеньки, кисечки. Обращение конкретно к тем женщинам, которые не обласканы, которым не хватает мужской заботы, нежности. Это вот конкретно к этим женщинам обращался я сейчас. Не к тем, у которых все хорошо, и они там замужем. Поэтому, малышки, если вдруг у вас что-то происходит в жизни не так, то, пожалуйста, заходите. Сбрей еще брови, будет вообще бомба. Серьезно, Варвара? А ты, знаешь что, ты попроси мужа своего это сделать. Пусть он сбреет брови. Ну, чтобы бомба была. А ты нам скинешь фотографию. Ну, мне скинешь в директ. А я ее выложу в следующем эфире. И мы решим, бомба это или так себе, петарточка. Привет, Жень, красиво у тебя стрижка. Стрижка? Ну, это не стрижка. Стрижка малышка. Ну, все равно спасибо. Спасибо за теплые слова. Мусы, кстати, тоже подровнял. Если вы обратили внимание, то есть я придал им форму. Убрал здесь. Видите? Ну, то есть открыл губы. Потому что они уже... Он туда уже у меня был бусы. Уже туда проникали. Ну, и все. Пожалуйста. 37 лет мальчику. Все, все убрать вообще. Посмотрите, вот без усов ее. Ну, это что такое? Сигареты не продадут. Женечка, ты красавчик. Ничего не сбривай. Мы тебя любим. Вы серьезно подумали, что я буду брови сбривать. Ну, это какая-то такая, знаете... Очень странная история. Приветик получилось до Абхазии. Да, конечно. И обратно. Да нет, создам канал на Ютьюбе. Средства нужны. Пока нет средств. Ты же хотел на Кипр на велике ехать. Сейчас с отцом разберемся. У меня у отца только операция прошла. Мне надо сейчас, надо? Сам сказать, сели сосед. Нет. Я поехал в барбер, у меня подстригли. Профессиональные люди. Как я мог сам так поставить? Сегодня комментарии уссаться просто. Ну, как, в принципе, и всегда. Никто не машет? Что там? Нет, видите, никого нет. В окне. Листья опали. И все. И все пропало. А раньше махал человек. Помните? Эй! Не буду вас пугать. Нервно куришь. Ты отъебись. Слушай, Наташа, ты что доебалась до меня не мог понять? Нервно куришь. Сам стригся, не сам. Отъебись от меня. Сиди кайфуй. Получай удовольствие от эфира. От того, что я говорю. От моего тембра голоса. От моей внешности. От моих шуток. От моей информации. Получай чудо удовольствие. Что с тобой? Больше ты неудовлетворенная в данный момент. Потому что ты во мне видишь какие-то недостатки. У тебя куча вопросов ко мне. Ты с собой разберись, бедолага. Строчи-то на мне. Нервная, ненервная. Тебя каким боком вообще это касается? На шлыпру надо с палаткой. Шлыпра что такое? Здравствуй. Привет, Макусечка. Привет, моряка. Спасибо, Аиша. Комиссионка Одесса. Ничего. Комиссионка Одесса. Ты чем занимаешься? Одежду продаешь? Ребята, кто находится на территории Украины? Кто находится в Одессе? Вот, посмотрите. Комиссионка Одесса. Нижняя подчеркиваем. 12-21. Сделайте скриншотик. И, может быть, что-то для себя там подберете. Девочки, нужно помогать друг другу. Жень, какая погода сейчас у вас? Нам послезавтра в Сочи. Этим холодно очень. Может, в Твич? Я еще раз повторю. Да, Мару, послушай меня. Ты мне задал вопрос по поводу Ютьюба. Сейчас ты мне пишешь по поводу Твича. Я же тебе ответил уже на этот вопрос. Сейчас нет средств, чтобы выходить в Ютьюб, чтобы выходить в Твич. Ну, как минимум, нужен компьютер. У меня нет сейчас ничего. У меня нет компьютера. Компьютер мой был отправлен, продан, потому что нужна была помощь. Моему близкому человеку. Поэтому такая ситуация произошла в жизни. Ну, сейчас, на данный момент. Я, мне кажется, ответил, блядь, уже, блядь, максимально ровно. Вот максимально ровно ответил. Ну, и доступно. Ну, раз ответил, сказал, нет средств. Она нет, она мне про Твич пишет. Красиво, Женя, спасибо за эфир. Очень плохо поднял настроение. Еще раз. Спасибо, Женя. Запятая. Все правильно. После имени всегда запятая идет. Красиво, Женя. Спасибо за эфир. Очень плохо. Поднял настроение. А, вам очень плохо. Спасибо, но в связи с ситуацией я не в Украине. Но спасибо, если это не сарказм. Это не сарказм. Какой сарказм? Вообще никакого сарказма. Всегда помогаю. Всегда по возможности. Если есть такая возможность. Если какой-то будет КПД от этого, то ради бога, я только буду рад. От меня-то не убудет. Ну, сказал, сказал. Женька, люблю ты нереальный. Боссаться. Спасибо большое. Добавьте модератора в прямой эфир. А что за... Давайте в эфир с кем-нибудь выйдем. Есть желание. Желание есть в эфир. Ты хотел уехать на остров. Посмотри вы на эти шлыпру. Я думаю, тебе точно понравится. Вот уверена, что твое. Спасибо огромное, Маша. Я обязательно... Зуб болит мудрость. Обнаружили, что криво растет. Боюсь удалять. Ника, смотри. По поводу зубов мудрости. Если вдруг ты испытываешь некий страх, как и все абсолютно нормальные, адекватные люди, то это никого не касается. Если ты сейчас его не удалишь, он будет расти. И он будет двигать, смотря, ну откуда. Если он сверху, он будет двигать верхнюю челюсть. Нижнюю, ну то есть верхние зубы. Верхний ряд зубов, чтобы правильно выразиться. И у тебя, если ты не удалишь коренные зубы, зубы мудрости, то они начнут толкать ряд зубов. И зуб на зуб начнет наваливаться. Понимаешь? Поэтому смотри, чтобы не получилось так, что по итогу тебе все все равно придется его удалить, потому что боль адская. И терпеть это невозможно. А потом еще нужно будет ставить брекеты для того, чтобы выровнять ряд зубов. Поэтому, ну, тебе принимать решение. Скупой платят дважды. Иди удали спокойно. Сегодня делают наркоз и нормально. Ну, все четенько будет. А и купи немесил сразу заранее. Немесил вообще как бы самое лучшее обезболивающее средство. Я расскажу, кстати, как пользоваться немесилом, если у вас болят зубы. Значит, вот не просто вы берете немесил, разводите с водой, выпиваете. А вот, допустим, у вас там левая сторона или правая, ни в минуту какой зуб болит. Вы взяли, развели, в рот все это попало, не глотайте. Вот на ту часть, на ту часть челюсти, которая у вас болит, вы просто немесил. Вот, допустим, эта сторона болит. Вы так побержали там где-то минутку немесил. Вот. И все, и глотайте. И тогда у вас сразу все уйдет. Все, сразу четыре зуба вырезали, и жива все нормально. Денег нет у него. Просит. Кто просит деньги? Светланка. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Мне кажется, вы знаете, больше, нежели мы здесь все, 160 человек присутствующих. Я сегодня в этом эфире, или во вчерашнем, или в крайнем, или в том, и в том, и в том. У вас просил деньги? Кто-нибудь от меня слышал фразу? Мне нужны деньги. Мне нужна помощь. Помогите. Дайте. По-моему, нет. Очень странно. Женечка, спокойно. Доброй ночи, мисс Кристи, мисс. Доброй ночи, тебе, дорогая. Жень, какое бы дело свое открыл бы? У тебя прикреплено сообщение карты. И что дальше, Рита? Ну, дальше что, прикреплена моя карта. Дальше что? Ну, дальше что? Это донат, это добровольное пожертвование. Вы считаете нужным, вы благодарите человека, сидящего по ту сторону экрана, за поднятие настроения, или просто вы считаете, что было бы неплохо. Это вот моя благодарность такая. И вы берете и переводите деньги. Все. Ну, я их не прошу у вас. Это ваше, блядь, желание. Вопрос задала, для чего прикреплено... А, все, я ответил уже. Выше. Смотрите. Значит, сейчас, подождите, там девочка написала. Какой бы свое дело открыл? У меня есть идея. Привет, это Сбербанк. Ага. Ху Янг. У меня есть дело. Ну, я на него говорить не буду. Он просто прикрепил, кто захочет, переведет, кто нет, тот... Все правильно. Женя, вы так красиво спели последнюю песню у вас в ленте. Это очень... Почему такие нервы, Евгения? Светланка, я сейчас тебя заблокирую, Киром Собачим. Очень много вопросов. И вообще ты мне не нравишься. И вообще я тебе не буду давать возможности даже отвечать мне. Сразу заблокирую все. Ты никогда ни у кого не просил. Видимо, люди расценивали за YouTube канал, что ты просишь. Ты же из-за YouTube канала. А, нет, послушайте. Кто меня давно знает, те знают, что я максимально открытый человек. И максимально честный. Я никогда в жизни не строил у себя фраера или там чувака, который у меня все в порядке в жизни. У меня все супер, понимаете. А там в кармане не гроша и за душой, блядь. Как у латыша. Нет, я абсолютно открытый. Я вообще спокойно об этом говорю. Я спокойно могу говорить о своих долгах, о кредитах, о том, что... Да, сейчас у меня такая ситуация в жизни. Ну, так сложилось. Ничего страшного. Поверьте мне, я не лью слезы, ни у кого ничего не прошу. Все нормально. Выровнится все, елки-палки. Жизнь на то и до нас, чтобы были, блядь, вот эти, знаете, качели, блядь. Эти скачки. Обожаю скачки. Сегодня ты на коне, завтра под конем, блядь, шуруешь ему, блядь, волыну. Все нормально. Жизнь так устроена. Я от этого только сильнее становлюсь. Поэтому люди, может быть, так и воспринимают. Им кажется, что вот я вот говорю правду, а через эту правду я хочу якобы вывести к тому, что вот помогите. Вы же слышите, какая у меня... Нет, это так не работает, девочки, правда. Кто меня давно знает, подтверди, что не моя история. Ну, я абсолютно честен и открыт. Мне вообще нечего стесняться. Я ничего не стесняюсь, ничего не скрываю от вас. Ради бога. Жопа, жопа. Ну, жопа сейчас, ничего страшного. Зато сейчас волос нет, вы знаете, из этой жопы будет легче выбраться. Правильно? Угу. Никакого волосяного сопротивления не будет при выходе из дырки. Я могу сама рассказать об острове, весь интересный эфир можем создать. Маш, да неинтересно про остров слышать, слушать сегодня. Просто неинтересно. Просто неинтересно. Женечка тут нет, нету. Ой, господи. Все четенько. В эфир кто-нибудь хочет? Понял, приняли. Потом, в будущем, может быть. Сейчас просто не до этого. Я не хочу... Чего ты нервничаешь и девчонок удаляешь? Заблокировано. Просто я не хочу... Сейчас у меня нет возможности тратить на это время и вообще заполнять голову вот этой информацией. Я уверен на тысячу, на тысячу процентов, что это потрясающее место. И я бы с огромным удовольствием хотел в этом оказаться. Сейчас не до этого. Вот и все. Надо вам Саша вообще даже могла направить вроде с головой девчонков. Привет, привет, огромный. Женечка спокойной ночи. Муж приболел. Пошла ложиться. Доброй ночи у тебя, Миронова. Муж пусть выздоравливает. Давай, Личи. Здорово. Собака сутулая. О, здорово, блин. Ёлки-палки. Гав-гав, блядь. Но не сутулая. И не собака. Волчара, да. Но точно не собака. Но мне нравится твое приветствие. Спасибо огромное, Аллочка. Спасибо большое за донат. Алла, да. Алла Че. Спасибо большое. У волка не такие усы. Тебе лучше знать. Какие усы у волка. Не-не-не, собака. А собака? Ну ладно, собака. Собаки тоже разные бывают. Собака благородное животное. В эфир кто-нибудь пойдет? Тигр, тигр. Давайте с кем-нибудь пообщаемся. Да ладно, нет. Князь бы не обращай внимания. Это так. Люди с отсутствием своей какой-то прикольной жизни, они вот, залетают, чтобы на них хоть, чтобы на них Евгений Кузь внимание обратил, понимаешь? Ну ладно, никак не могу уснуть. Эфир прикольный получился. Да подождем, только начался. Канада, привет огромный. Друзья живут в Канаде. Женя, сейчас у меня возможности не... Так, все, этот, все нормально, успокойся. Все хорошо. И без шанса сойтись. Я про развод с Александра. Вы такой прекрасной парой были. Откуда они выездили? Лишь бы хим... Слушайте, ну уже больше года прошло. Вы действительно, вас действительно волнует вот этот момент. Привет, Германия, город Капсель. О, чё? Приветствую, Германию. Люди после ковида неадекватны. Да нет, они и до ковида были такими же. Люди странные со зданием. Помню, я общалась с одним парнем из Ростова. Когда мы встретились, я ему сказал, что обожаю... Спасибо огромное. Не вижу, кто прислал донат. Спасибо огромное за 200 рублей. Спасибо большое. Спасибо. Помню, я общалась с одним парнем из Ростова. Когда встретились, я ему сказал, что обожаю Кузина. И он говорит, так я с ним общаюсь. И даже в тот вечер звонил вам. Помню, как сейчас. А было это так давно. Правда? Привет с Москвой. Привет огромное. Привет, привет с Москвой. Скоро, надеюсь, искренне надеюсь, что там скоро окажусь. С какими-то обязательно хорошими новостями. Обязательно расскажу. Сам Евгений Кузин, мне кажется, ты на грани суицида уже. Так что не ругайся матом. Там, послушай, извините за инст, извините за инст, к вам обращаюсь. Я не знаю, кто там, что у вас там между ног, ракушка или обвисшая кожа, свисающая до колена. Да, потому что я не могу вас назвать мужчиной, ибо вы не являетесь. Ну, потому что настоящий мужчина никогда не зайдет в другом мужчине в эфир, и вот так с какой-то фотографией будет там что-то писать, какие-то сообщения гадские, оскорбительные. Если есть какие-то вопросы, ты можешь написать мне в директ, я тебе на них отвечу. Ну, скорее всего, ты нахуй пойдешь. Вот. И не ругайся, пожалуйста, матом, потому что здесь присутствует огромное количество моих сестер, а это мои сестры, и ты позволяешь себе то, что непозволительно. Я тебя не блокирую только потому, что я даю тебе возможность немного высраться и освободиться от негативной энергетики и энергии. Поверь мне, у меня здесь, блядь, все вот так в блоках стоит. До меня это не дойдет. А так, я уверен, ты хороший человек. Уверен, тебе просто не хватает любви, нежности и ласки. Чего я тебе желаю? Я желаю, чтобы тебя, наконец, уже полюбили. Ты этого заслуживаешь, как никто. И знаешь, что внутри тебя сидит очень хороший, честный, чистый человек. Просто сейчас твоя жизнь, он такой период, что ты вот как ежик иголками оброс. Оскорбляешь людей, незнакомых тебе. Но я тебя прощаю. Я уверен, ты заслуживаешь только всего самого наилучшего. Респект, Жекич. О любви и нежности не хватает. Вот, видишь, видишь, все очевидно. Но я тебе уже по... Ты меня победил своей любовью и добротой. А я, кстати, когда желаю добра, я желаю абсолютно честно. Ну, вот прям, лови. Без сарказма. Шейк с Купером тоже сошлись. После года расставания даже больше. Ну и супер, блин. Чего я? Я очень рад. Пен Афлик тоже сошелся. Сколько они не были? 12 или 15 лет? Женнифер Лопес. Сколько они не жили вместе? 12 лет? Тоже сошлись. И такие счастливые. Я вот недавно смотрел их интервью. Боже мой. Ну, на руки хочется взять. Прямо убаюкать хочется. Убаюкать. Ко мне придираются, я терплю. Ну, терпи. Терпи. Жень, вы не в Москве? Нет, нет, не в Москве. Не в Москве. Огромная просьба периодически следить вот за этим окном. Ну, там иногда проходит силуэт мужчины. Женя, а с Глебом общаетесь? Вы прям крутые тандем были на Томи-2. Почти 20. А, почти 20. Что это такое? Вы про что пишете? Что это такое почти 20? Что такое почти 20? Не понимаю. У нас общий друг Глебасик. Если он еще, конечно, друг. Мы были на островах Сейшела. Теперь для души советую Шлыпру. Очень нравится. То есть, у нас общий друг Глебасик. У нас это с кем, Маш? Жень, как думаешь, почему люди опять сходятся после долгой разлуки? Мне кажется, что иногда людям нужно расстаться для того, чтобы понять, что они созданы друг для друга. Ну, сходятся, расходятся, пробуют там. А она там попробовала, он там попробовал. И понимают, что лучшее, что с ними могло произойти, уже произошло. И это лучшее связано с тем человеком, от которого он ушел. И люди возвращаются с тобой. А, со мной, Маш, не знаю, о чем ты говоришь и о ком ты говоришь. Африк и Лопес почти 20-летние были вместе. Машуль, все, что вы называете дружбой, для меня имеет другой смысл. У меня два друга. Это Илья и Денис. Больше у меня друзей нет. Все остальное – это знакомые приятели. Жень, как относишься к сайту знакомства? Нормально. У меня, кстати, есть Тиндер. Я иногда в нем сижу, но мне не верят, что это я. Поэтому я в последнее время перестал. Доброй ночи, Жекич. Обнимаю тебя и твои шикарные волчьи усы. Доброй ночи. Отдыхай. Да, доброй ночи. Поэтому как-то так. Что-то я рассказывал, сбился я. Сошлись после 10 лет разлуки. Два года все равно расстались. Я поняла, что не судьба. Ну, значит, вот так. Мне плакать хочется. Плачь, плачь. Доброй ночи, Женя. Доброй ночи, Альбинка. Плачь, если хочется плакать, плачь. О, кто там в эфир ломится? Давайте в эфир. Ой, Маляка, что случилось? А это номер карты или счет? Нет, это номер карты. Это Тинькофф-карта. Тинькофф-банк карта. А, про стать знакомств. Ну, да. Ну, я в Тиндере. У меня есть Тиндер. Я писал девочкам и получал ответы с их стороны, что не гони. Это не ты, поэтому с тобой мы общаться не будем. И блокировали меня. Ну, я смотрю, нет переписки удаленной. Не верят, что... Ну, и ладно. Женька, привет. Ты когда бургер вкусный ел крайний раз? Ой, Машуль, давно. Давно кушал. Давно. Бургер очень люблю. Привет, Женечка, привет. Ладно, ладно, я без предыдущих. Да нет, все нормально, Машуль. Мы же так, знаешь, на лате общаемся. Как у вас погода? У нас так резко похолодало. То же самое, Патима. То же самое у нас. Женька, как думаешь, правда ли, что судьба преподносит один и тот же урок, пока человек не сделает вывод? У меня все по кругу. Спасибо, Альбинка. Да. Дань, ты только не по кругу, ты неправильно говоришь о том, что у тебя все по кругу. Тебя просто отбрасывает назад. То есть тебе Господь Бог, Всевышний, судьба тебе преподносит какие-то испытания в жизни для того, чтобы посмотреть, справишься ты с ними или нет. Если ты с ними справляешься, ты получаешь вознаграждение. Вот. Сейчас одну секунду. Плачет? Все, все, все. Чуть-чуть-чуть. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, иди ко мне. Заходи. Давай, давай. Девочка моя. Ой, ты что проснулась? Давай, залезай. Залезай, залезай. Вот так. Все. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо. Поехали. Поехали. Сейчас 3 минуты уложу. Поехали. 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 не боюсь прям иди нахуй заблокировано пизда с ушами даже читать тебя не буду дальше умная ща ты ты в блок полечи прям прочувствовала блока не боится но не боишься тогда чуть здесь тусоваться на ой не ругайтесь вы че ругаетесь-то здесь все не ругайтесь и полетела пушка полетела молния в дубае точно не отправлю но куда-то туда твоя женька зачем такую шикарную шевелюру подстригнуть ничего страшно маргу вырастет вам все не то все не ту и всю нет эфир будет или не на вашу не эфир что ли эфир в эфир ты хочешь мамаш дубе этот парфенова вы 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 в эфир хотите со мной давайте принять опа я с тобой просто что это сделаешь просто норма чё там чё в темноте то да не знаю уже спать пора понял я но я тебе прошло и прописал а ты все нет нет не хочешь не хочешь а надо же и надо я понимаю что надо но сейчас не ну не время ты же я же тебе объяснил уже это я так ну слушай и так максимально честен и говорю вам по какой причине я сейчас не могу никуда ездить ну то есть это ты же понимаешь что это на все это нужны средства какие-то что я я понимаю я верю тебе жень это абхазия какие там средства нужны там погнали и все слушай дело не в этом моя золотая мне есть сейчас куда тратить и на что тратить и чуть позже чуть позже ну понятно но все замечательное место я уверена что тебе сто процентов вообще я очень давно хочу попасть в абхазию побывать там потому что кто оттуда не приезжает те все в восторге ну да это крутое место нет и не в абхазии а в туапсе сейчас на поля мы там виделись с тобой и типа на доме 2 там тоже нет нет он в аланию меня приглашает в аланию тоже сейчас поедем в аланию сначала в абхазию потом в аланию да море кстати примерно похожее на турцию где море абхазии слушай обязательно обязательно там побываю ну а ты чем занимаешься в туапсе что ты там делаешь я только с поляны сюда приехала здесь у меня родители живут на поляне что грибы собирал нет смотря какие не быть работали катались так же караоке пытались твой упасть ты тоже решил в туалет уйти нет на кухню решил перейти потому что прохладно на улице прохладно что еще раз у тебя сейчас город товороссийск у меня сейчас да новороссийск не знаю что с утра будет но уже пока новороссийск но прохладно да сегодня значительно но циклом пришел со вчерашнего дня поэтому все будет нормально так вот шлыпру обязательно потом когда будут возможности тебе сто процентов понравится это прям сто процентов я просто помню твой прошлый эфир ты разговаривал о том что очень хочется доехать до хотя бы до абхазии и там замечательное место то есть туда добираться может быть только через катер по воде на остров будет кафешка понятное дело что никто тебя не оставит без еды все вы замечательно покормят и напоят и все уже потихоньку буду собираться я хлеб положу себе да 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 все самое необходимое так что туда еще надо ложкой у меня есть ложка не надо вообще просто лавки и достатку возьму обязательно так у меня тут еще вешалка есть это предполагаю что вряд ли женщины там познакомлюсь поэтому со своей пакетик маленький возьму вот на всякий случай но мало ли какие-то камушки с абхазии там травы какие-то ну и пробку возьму себе тоже чтоб не засадили сколько автобус отходит я готов да не автобус электричка электричка конечно ты же знаешь а может на электричке поеду вот на море чтобы смотреть я мог можно у окна буду сидеть а я в абхазию еду на электричке круто круто я обязательно когда вернусь в абхазии обязательно всем расскажу как там пока оставлю это все здесь ладно мне было приятно с тобой общаться будем на связи спасибо огромное что откликнулась подарила свое время потратила свое время на меня всех благ доброй ночи пока так смотрите значит читаем сообщение ажим приезжая в аланию это читал но тогда в америку приезжая если уж такое дело с удовольствием в америку сейчас не время вать и германию тоже да и в германию тоже приеду и ко мне давай выбрал а в абу-даби тоже давайте в абу-даби но за давай сделаем так смотрите я еду сначала в абу-даби потом значит с абу-даби я лечу в стамбул со стамбула а или может даже прям сразу в аланию прилететь в турцию значит там тусуюсь потом я прям солани сразу сразу вот напрямик через по черному морю в краснодарский край краснодарского края прям в сочи упираюсь они прям сразу к берегам абхазии там я значит на острове веселюсь а потом с абхазии уже сажусь на ракету на топливе под названием по кайфу и в сторону америки лечу спасибо огромное вам за ваши предложения за ваше приглашение я с огромным удовольствием куда нибудь поехал и для меня это вообще какое-то немоверное бы счастье потому что я уже там больше больше на на четырех лет не был за бугром вообще за границей обязательно обязательно всех кто меня приглашает есть если если судьбой жизни будет решено там обязательно встретимся стопроцент все что должно произойти она произойдет спасибо огромное за ваше уважение в сторону потому что приглашает так человека но это надо иметь все-таки какую-то смелость ну и наверное какую-то мизерную симпатию но салане тебе уже не отпустят моя золотая да ради бога ради бога я одинокий мужчина в казахстан павлодар приезжать с удовольствием с удовольствием но это уже после америки сразу же оттуда меня прям как этого angry birds в рогатку затянут доброй ночи из буденца доброй ночи я бы с удовольствием слушайте я одинокий мужчина мое сердце максимально свободно максимально свободно я готов там у меня многое могу сделать в ингушетии не был спасибо огромное за приглашение тоже приезжает и такой хороший так хорошо отзываешься либерша она а тебе говорит плохо что ты стал злым и шутишь ниже пояса да ну что ж мне делать ну я прискорбно что женщина воспринимает мой юмор ниже пояса соответственно видимо взгляд направлен в ту сторону ну а в целом либерш хочется передать огромный привет и пожелать ей женского счастья она его достойно это хорошая девочка передать ей огромный привет он на лице катать будет одиночество тебе не идет же не идет конечно карта то зачем прикреплена все таки моя золотая карта прикреплена это просто это донейшн донейшн окей you speak english донейшн добровольное пожертвование вы смотрите человека на человека слушайте человека вам нравится то что делает вас это забавляет вас это убаюкивает вы разрываетесь на тысячу мелких частиц от просто внешнего вида этого кутоистского красавчика и просто от души благодарите его и все но я ничего не прошу у вас ничего мне мне не я ничего не прошу это ваше личное решение давай сразу в германию в германии олечка я ответил уже выше на расческу собирается да нет расческу не нужно я вообще кстати расческой никогда не пользовался даже когда были у меня длинные волосы все что скасать с моей головы и верхней и нижней я все дел руками все делаю руками любишь говорила что до саши ты был очень добрым и веселым после саши стали мои золотые уже ответил ай 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 нурочка мы все меняемся я все-таки считаю что я остался таким же все зависит от восприятия порой иногда человек видит меня и говорит блин такой классный такой веселый потом у человека что-то происходит жизни не очень хорошая не очень приятная что-то не складывается и у меня спустя какое-то время опять видит а я а я ровно такой же как и тогда но она уже или он уже по другим углом на меня смотрит уже по через свою призму и он воспринимает меня уже каким-то злым недовольным но все зависит от того как настроен человек ну то есть если у тебя в жизни все по кайфу все хорошо все мягенько все вкусненько все ну просто великолепненько тогда ты не будешь в людях других видеть злость грубость что-то неприятное потому что ты на это просто внимание обращать не будешь ты будешь видеть только какие-то плюсы вот это это так работает только так я вижу в людях только плюсы это правда но я не могу по-другому меня моя честность моя прямота моя искренности моя доброта она да она 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 сделала меня нищим понимаете то есть это абсолютно это вот вот максимальный месседж максимально правдивый к сожалению я знаю что я я могу все это изменить но я просто буду не 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 самим собой мне это будет приносить дискомфорт и меня в какой-то момент это все просто разорвет и приведет каким-то печальным последствиям поэтому лучше я буду вот таким какое есть и поверьте мне и такие люди как я с такими жизненными позициями и понятиями они тоже добиваются успеха просто видимо не время просто еще видимо нет того велосипеда на которой я сяду и отправлюсь в лучшую жизнь пока так пока так двигаемся ничего страшного все будет супер руси солнцу донатят в евро на ютюбе каждый день а женька то чем ху слушайте смотрите вот ошибка никогда никого ни с кем не сравнивайте все мы разные и окей я кстати свою дочь учу английским словам ну такими знаете базовыми очень простыми но она уже такая ходит она уже знаешь такое доброе утро доброй ночи привет как дела я люблю тебя пока так и и она очень быстро с этим схватывает мне это нравится поэтому надо на шизлыпру там все добрые классные уфа гудать то есть ты со своей шарлыпра шарлыпра жень моя мама говорит что сложные и тяжелые ситуации бог преподносит только сильным людям а как ты считаешь заметь я не считаю ну наверно да наверно да да ну просто я не считаю что у меня какие-то сложные ситуации нет слава богу у меня все хорошо легкие трудности ерунда все только вперед из песни опять мы умеем вы помните ты далеко от меня запеленной другого дня и даже время нам не сможет помешать перелететь океан и разогнав крылом туман упав с ночных небес скорее тебя обнять вы заметили кстати когда петь начинаю я почему-то в руки беру невидимую гитару сука гитарист я гитарист хорошо что не балалай что я кстати на балалайке умею играть ну там пару мелодий ах весенний моисе не на что такое я твой герой зови меня как было 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 такое но прошло но прошло же не он личность люди разные не надо сравнивать другим человеком я понял вас я иногда макушечка вообще не понимаю вот и ты как-то знаешь откуда из сообщений которые были написаны там ранее 10 минут назад ты оттуда ты начинаешь этим людям отвечать и я начинаю путаться потому что раз торгуешь уважаемо отдыха не давал а там именно то что будет нужно жизнь твоим чувством юмора у тебя будет все здесь за это тебя и любим спасибо огромное чистые пруды спой чистый как перед как прекрасен мирно спой чистый чистые пруды но подождите чистые пруды а как начинается песня чистые пруды веков зеленый сын мой дальний берег детства где звучит аккордио у каждого из нас на свете есть места что нам задали лет все ближе и дороже там дышится легко там мира чистота нас делает на миг счастливей и моложе чистые пруды застенчивые как девчонки смолкли у воды чистые пруды веков зеленый сон мой дальний берег детства где звучит аккордио у поющие усы чистые пруды да мы всегда макусь опроса эти усы конечно же да жень ты сейчас ошибаешься в людях или на опыте считываешься жень ты сейчас нет я не ошибаюсь в людях вообще не ошибаюсь на сегодняшний день и мне это очень нравится с одной стороны конечно это раздражает отпугивает но я не 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 то что не ошибаюсь я просто перестал во-первых я перестал подпускать к себе людей очень близко чтобы потом не расстраиваться а я очень расстраиваюсь ты чё покрасился нет это мой натуральный цвет полос я наоборот сбрил то что было было покрашено а это натуральный мой цвет связь мороси олесь надо значит отправить туда группу ребят серьезных накачанных у тебя ус отклеился девак ты же я не могу понять ты где откопала эту блять книжку анекдоты 72 год что это такое у тебя хорошо выглядишь сейчас да нормально нормально в эфир кто-нибудь хочет только не в темноте сидеть а так готовы показать свое чело женской третий день застрелись блин там башкой оттуда приветик здорово олесь нормально все связь наладилось а с кем ты там на фотографии с подругой олесь это лучшая подруга твоя так кто-то эфир хочет макусь малика ну что такое подожди скажи тогда шутки не семидесятых да нет моя золотая я же не говорю что я хорош я говорю что у тебя с юмором проблемы я же не сказал что у тебя с юмором проблемы а вот я у меня их нет нет я просто это мое мнение со стороны я предполагаю что я сейчас проведу опрос социальные люди которые считают что эта шутка была но не очень удачна и не прикольная поставьте плюсик то ты просто усрешься от количества этих плюсов понимаешь крит перепел сестренка родная классно классно когда вот так дружит у меня тоже мама дружит со своей сестрой родной но у нас каждую неделю приходит к нам в гости я в красном а ты в красном подожди а вот вы показать казашки или таджички потом разберемся ну что бабоньки вы готовы как говорится засунуть в рот себе кое-чё под названием цибарка пойдемте наперекур или что будем сидеть здесь нет нет я тут у меня сын сына спит я понял тебе к калмычки 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 это хорошо я сходил да блин ну что такое блин аланья или что там аланья что коновалова екатерина ведь знаешь эту шутку женя не агрегируйте не агрегируйте что значит не агрегируйте не агрессируйте алёна папа русский мама калмычка о ну супер горячая конечно и кровушка да идем только не курю ну сидишь мария ахтямова ахтямова фамилия такая интересная ахтямова через букву х у неё фамилия ахтямова как пережить развод да никак блять застрелиться куям собачек и всё развод у тебя этих разводов и ёлки-палки матушка пропала куда-то где хрос будет громче пойдемте посмотрим в окошке может быть не спать пошли дать ахтямов на правая сторона жопы просто отваливается такое ощущение что мне всадили укол внутримышечно с каким-то таким знаете ядреным лекарством знаете есть такие лекарства которые всаживают внутримышечно ходить не можешь ну как ты там Данил да нормально а ты как ну как ты там ну как ты тут кто старше выглядит из нас ну сестра ваша постарше выглядит ну может просто она поплотнее поэтому кажется что постарше Женечка как пап себе чувству нормально папочка завтра приезжает мама шесть утра уезжает за ним в Краснодар с сестрой с моей но они пойдут на автобус потому что там машина в Краснодаре отец на машине тогда уезжал и сядет в машину и его привезет в Москве не брат не в Москве у родителей нет не в Москве ну вот здесь минут 20 а мне такое ощущение что мне по заднице веслом удали и все прям болит Катя 85 я 82 о у нас две минуты эфира осталось кстати хочу вас с этим поздравить с этим потрясающим событием поэтому будем закругляться время уже 10 минут второго не вижу смысла выходить еще раз всем спасибо огромное что были сегодня эфир такой был на лайте никакой смысловой нагрузки все было так по-доброму ну как мне кажется парочку курочек мы отправили в курятник от них пользы в эфире нет там хоть пусть яйца производят Женка ты что пропускаешь мои сообщения да не не все читаю любим 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 помним и скорбим спокойно доброй ночи дай вам что думаешь по поводу публикации в новостях что домашние заготовки на зиму огурцы помидоры и так далее вредны что лучше покупать в магазине там они более стерильные твое мнение я думаю что это глупость волнейшая всю жизнь все ели пили закусывали всеми этими делами и живы здоровы все а вот в магазине блять травятся спокойной ночи вам спокойной ночи или доброй ночи не я не буду лезть не буду больше уже куда 10 минут второго не хочу отдыхать поэтому фильм какой-нибудь скачаю посмотрю киношку может пошурую перед сном да сейчас пойду пошурую потом киношку посмотрю берегите себя всем доброй ночи завтра папочка приезжает поэтому завтра вечером обязательно выйду в эфир расскажу о том как все проходит как он себя чувствует я знаю что есть люди которые переживают за это все пока пока пока